Сегодня проведем тестирование скорости Wi-Fi для JAPON терминала из Karatel RT-GM3. Изготовленный специально для Ростелекома, он как две капли воды похож на ранее протестированный FTTB роутер CERCOM S1010. Вся разница во внешнем виде, в размерах и в наличии оптического разъема. Да, и большим шрифтом подписаны светодиоды. Буквы можно рассмотреть и без увеличительного стекла. Есть еще одно отличие в качестве исполнения панельки с RG-разъемами. У Iskaratel кабели сами не отщелкиваются, а у CERCOM S1010 просто болезнь. Только перед виниш роутер и почти обязательно выскочит один кабель из сетевого разъема. О чем сразу становится известно вопросом, почему телевизор перестал работать. Есть еще различия незаметные визуально. Порты JAPON терминала Iskaratel гигабитные, как ван сети, так и ван сети. На downstream от оператора даже больше. Сеть JAPON в сторону клиента имеет оптические модули 2,5 гигабит. Я протестировал скорость интернета по шнуру и получил практический гигабит. Замер гигабита для моего компьютера на процессоре AMD A10, которому уже лет 10 примерно, практически максимально возможная скорость. Например, на процессоре A6 получилось замерить только 600 мегабит. Если будете измерять у себя, поинтересуйтесь, насколько мощный у вас компьютер. Терминал имеет двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, соответственно, с поддержкой протокола 802.11n и полосой пропускания 20 или 40 МГц для диапазона 2,4 ГГц, и 802.11n или AC с полосой пропускания 20, 40 или даже 80 МГц для диапазона 5 ГГц. Для тестирования протокола AC у вас должно быть соответствующее оборудование. Другие устаревшие протоколы, поддерживанные терминалом, нас не интересуют. Для частоты тестирования сбросил терминал кнопкой Reset, выставил заводские настройки. Надо сказать, тестирование скорости показало относительно невысокие результаты. Самое большое место 19 с 86 Мбитами. Средней скорости в 5 ГГц диапазоне. Измерялось планшетом AirPad 2. Далее тесты легли кучно. 55, T61 и 66 место со средней скоростью плюс-минус равно 50 Мбит. Всего на данный момент в зачетной таблице 91 тест. Да, мы сегодня рекордов не намерили. Но забегая вперед, терминал может показывать результаты куда более высокие. Просто клиентские устройства выбрали полосу пропускания 20 МГц, которая дает меньшую скорость, но прекрасную стабильность связи. Поставив ручную полосу 40, скорость взлетела. Взлетела она на телефоне Samsung в три раза. Но в данном видео не буду рассматривать ручной разгон. Лучше выпущу отдельное видео. Во-первых, обычные пользователи обычно не меняют настройки роутера. Ну и правильно делают. В авторежиме терминал отработал у меня почти месяц без нареканий. Как только разогнал, сразу появились нарекания. Типа интернет на планшете тормозит. Страницы не открываются и не закрываются. Посмотрел на диапазон, в котором работает планшет 5 ГГц. Как и предполагал, переключил на 2.4 претензии пропали. Но, то есть, как замечал ранее в предыдущем видео, разрыв шаблона или почему 5 ГГц работает хуже, диапазон 5 ГГц не так хорош, как про него говорят. Если внимательно смотрели графики со скринов экрана настроек терминала, то он у меня в отличие от 2.4 5 ГГц не зашумленный. Только почему-то стабильнее работает 2.4. Хоть и на порядок с меньшей скоростью. То есть, уже не первый раз замечаю, что высокая скорость не равно стабильный интернет. Сотовые компании предпочитают работать в диапазоне частот с меньшими значениями. Так как, чем ниже частота, тем меньше отражение от препятствий и больше огибающая способность у волн. Для Wi-Fi данные правила тоже работает, даже в пределах всего лишь квартиры. После измерения проверил стабильность работы Wi-Fi на данном терминале на ноутбуке со встроенным Firefox. В предыдущем видео «Тормозит интернет на ноутбуке Firefox» рассматривал парадоксальную ситуацию, при котором запущенный Firefox прерывает пинги на программе Pinplotter. При этом скорость достаточно высокая. На этом терминале то же самое. То есть, подтверждается терминал независимость проблемы. К сожалению, Firefox никак не отреагировал на меня за прошедшие полгода и не устранил баг. Видимо, или жалобы пользователя до него не доходят, или пользователи не совсем понимают, почему подтормаживает Wi-Fi. Хотя в жалобах техподдержки я встречал обращения по поводу нестабильной работы именно Firefox. И требование сделать так же стабильно, как и в хроме. Правда, пользователи указывают на разницу в измерениях скорости через Firefox и Chrome. То есть, они все время пытаются апеллировать к единственному индикатору проверки интернет, который знают. То есть, к скорости. Хотя это не панацея. Если видите проблемы с интернетом, то попробуйте пропинговать ресурс, имеющий проблему, и использовать Traceroute для определения транзитных узлов. Иногда причины бывают уже и на первом хопе. То есть, между вашим ноутбуком, допустим, и роутером. Кстати, заметил Firefox не единственная программа, портящая Wi-Fi. Запущенный анализатор Wi-Fi под названием Acrylic Wi-Fi создает еще большие тормоза на моем ноутбуке. Даже, надо сказать, работать на нем невозможно при запущенной программе Wi-Fi анализаторе. Можно только анализировать. В следующем видео попытаюсь максимально разогнать терминал Escrotel, если найду, конечно, устройство, работающее на протоколе 802.11ac. Максимально хорошо было бы проверить работу с ноутбуком iPad Pro. Ибо, как показывает интернет, только у него есть нормальные адаптеры с антеннами с поддержкой Маймо более чем 2 на 2. Но пока такой ноутбук не приобрел. Ну, к сожалению, не насобирал донатов. Будем искать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok